Вы неоднократно, как минимум в трех интервью, подчеркивали такой тезис, что нельзя работать за деньги, вернее только за деньги, что вы никогда не возьмете за тот сюжет или за ту роль, которая вам не подходит и вы ее не чувствуете, сколько вы за нее не заплатили. Ну вот рассуждать-то так просто и хорошо, но для этого надо иметь какой-то крепкий тыл, всем же приходится как-то, мы же в материальном мире живем. Я не осуждаю своих коллег, которые иногда вынуждены идут на то, чтобы заработать и решить какие-то проблемы. Не осуждаю, нет, ни капли не осуждаю, я просто понимаю, что я всегда внутренне все равно, мы обменяемся, я говорю, что деньги ты проешь, деньги, мол, они потратятся, даже не заметишь и забудешь, что они, а вот это, потому что мы занимаемся таким странным бизнесом, извините за это слово, да, который, ну, такие, все равно, отчасти плевки в вечность такие, да, все отчасти, то есть ты сказал, это уже возникает осадок после тебя какой-то остается или нет, ты вроде потом будешь всем объяснять, что нет, я тут заработал, мне надо было там крышу подлатать или еще что-то сделать, это уже людям не объяснишь, поэтому, конечно, я не осуждаю, но просто, я говорю, надо быть в этом смысле, понимать, что ты за это потом, ну, будут какие-то последствия, просто понимать и дальше не обижать. Нет, последствия какие, репутационные? Репутационные, конечно, в первую очередь, и потом не обижаться на это, потому что потом же возникает какой сыр-бор, что начинают обижаться, говорят, а что ты обижаешься, ты же понимал, все, не обижайся, я в этом смысле просто получаю ситуацию такая, что если у меня какое-то, ну, вдруг неожиданное возникает затишье, там, в виде кино, скажем так, я могу поставить спектакль еще, и как бы у меня нет вот этого страшного, зияющего ощущения, ну, невостребованности какой-то, да, то есть паузы какой-то в творчестве, поэтому я в этом смысле, как сказать, наверное, свободнее, что ли, и независимее. Ну, потому что вы на двух ногах стоите, вы режиссер и актер, вы поэтому не зависите от кастингов и от приглашений. Ну, вот, ребят, я прекрасно понимаю, когда вдруг, вдруг прекрасный артист или еще что-то, и вдруг возникает череда каких-то неутверждений, возникает момент внутреннего какого-то рефлексии, конечно, и тут ему что-то предлагают, конечно, я всегда в этом говорю, берись за любую работу, потому что чем минута такая плоха, поэтому я здесь не осуждаю, ну, видите, у меня такой случай, я могу пошутить в смысле, может быть, еще не было таких предложений, которые могли бы компенсировать. Не было еще такой суммы, да? Может быть, не было таких предложений. А же очарований какие-то были из того, вот, большого списка, там, фильмографию вашей, театральные работы, что вот не получилось, сейчас бы уже по-другому было бы сделано? Конечно, в театральной моей практике, у меня, вообще, первое, мое становление, вообще, это было ряд неудач, которые меня, так сказать, закалили отчасти, и, так сказать, я так думаю, я так не сидел, не анализировал, потому что у меня много невыпущенных спектаклей, там, я понимаю, что это тоже какая-то, наверное, для меня-то это становление, а для людей это финансовые утраты, для продюсеров и так далее, поэтому это такое обучение, достаточно дорогостоящее для всех сторон, и, понятно, что режиссер в этом смысле, он такая штучная штучка, которая уже, он дорого стоит, как пилот Боинга, на него много потрачено уже, поэтому, если он, как бы, оправдывает усилия, так сказать, вложения продюсеров раз от разу, конечно, его, как сказать, гарантии, стоимость его, и, так сказать, возрастает его востребованность и так далее, вот, это понятно, но таких внутренних разочарований, понимаете, как сказать, я все равно, чтобы разочаровались, чтобы я вот прям горько сетовал на судьбу, что вот, господи, как же у меня так, я не могу, потому что все равно это мой выбор всегда. Логично, да, да. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». «Правда-24» «Правда-24» «Правда-24»